Всем привет, с вами новости БНРУ и сегодня мы все еще рассказываем о новостях, потому что мне все еще можно говорить. Эксперты рассказали, какие коммерческие объекты могут находиться в многоквартирном доме. Закон разрешает организовывать бизнес в нежилых помещениях домов и даже использовать их для предпринимательских целей, ну или стартаперских, у кого как получится. Эксперты Росреестр разъяснили, какие виды деятельности можно вести в жилом доме. И нет, массажные салоны по-прежнему запрещены. В жилом помещении профессиональную деятельность могут вести закон о проживающем в нем граждане, при условии, что они не доставляют неудобств другим жильцам, не нарушают санитарных норм и правил техники безопасности не наносят ущерб зданию. Массажные салоны, конечно, подходят под эти требования, но, повторюсь, они по-прежнему запрещены. Специалисты обращают внимание, что с недавнего времени процедура перевода жилых помещений в нежилые сильно усложнилась. Сейчас собственник должен заручиться письменным согласием каждого владельца, примыкающего к его квартире, площадей, а также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в доме и подъезде. Нововведение прежде всего направлено на защиту тех собственников, которые фактически покупали квартиру, соседствующую с жилыми первыми этажами. Но через время столкнулись с потенциальной возможностью соседствовать с офисом, варьком, магазином, пивнушечкой, кальянной, стоматологией, ну и, конечно, ноготочками. А на Васильевском острове открывается новый каворкинг «Линия». Больше каворкингов – богу каворкингов. Новое пространство займет Массарду на пятом этаже дома 25 по восьмой линии Васильевского острова. Это шестой проект в Петербурге для компании «Практик». Пространство организовано в формате «Опенспейс». Спейс. Спейс. Также для резидентов доступны отдельные кабинеты, в том числе двухуровневые, общественные рекреационные зоны и перегородные комнаты. На крыше вы сможете, попивая смузи, обсуждать лайфхаки для стартапов после проведенного ресерча и не спеша краунфандить. Пока никто не видит. Также можно проводить презентации на ультрасовременном проекторе. Ну или смотреть киношку. А этажом ниже откроется первый в Петербурге образовательный каворкинг с залами для проведения встреч, мастер-классов и небольших кабинетов для камерных выступлений. Теперь свой первый мастер-класс ты можешь проводить не в гараже, юный инфобизнесмен. Интернет оказался на третьем месте среди источников информации о поиске новостроек. Серьезно? Наши деньги. Да, серьезно. Ты не верил. Таковы данные опроса покупателей квартир в жилкомплексах компании Glorix Development. Большинство опрошенных 30% узнали о жилкомплексах, проезжая мимо стройки. Настальника, привет! Рассказали о проекте друзья и знакомые 26% покупателей. Данные из интернета получили информацию 24% опрошенных. Галочка, ты сейчас умрешь! На наружную рекламу на счетах указали 10% респондентов. Как полагают аналитики компании, причина такого распределения голосов может быть в том, что покупатели часто хотят привезти новую квартиру в том районе, где они уже живут и, видимо, собираются жить дальше. А вы все Москва, Москва. Да-да, прямо все в Москву лезут, будто она резиновая. До новой станции метро Шушары прошел первый пробный поезд. По новому участку пятой линии Петербургского метро от станции Международная до станции Шушары в пятницу 19 июля прошел первый пробный поезд. Обкатка ходовых рельсов займет не менее двух суток. Да, у поездов тоже есть обкатка. Затем в течение 36, не 35, но и не 37 суток электровозы выполнят проверку взаимозависимости стрелок, сигналов, маршруток, в устройствах автоматики, телемеханики, движения поездов в соответствии с проектной документацией. Простыми словами, сделать все, что обработало. АБНРУ поможет посетить самое интересное мероприятие, касающееся петербургской недвижимости. В нашей семье прибавление. Всего за два дня более 100 человек зарегистрировались через личный кабинет БНРУ на семинары для профессионалов рынка недвижимости. И это несмотря на лето и разгар сезона отпусков. Поэтому, если вы интересуетесь сферой недвижимости в любых ее проявлениях, рекомендуем вам чаще заглядывать в календарь событий на БНРУ. Ведь именно там собраны все известные мероприятия рынка недвижимости до конца 2019 года. Если вы хотите посетить мероприятие, регистрируйтесь прямо там, на странице описания мероприятия и приходите. А если вы организатор, мы будем рады сотрудничеству и разместим информацию о вас, проведем регистрацию и сообщим о вашем мероприятии более чем 25 тысячам наших подписчиков. За подробностями вы можете обратиться по адресу prsobakabn.ru А теперь к нашим любимым новостям про Девяткино. С 26 по 29 июля полностью перекроем Боринскую дорогу. На участке будут вглосуточно идти ремонтные работы. Специалисты планируют ликвидировать колейность проезжей части. В месте перекрытия сможет пройти лишь городской общественный транспорт. Регулировщики движения будут пропускать только рейсовые автобусы и маршрутные такси. Автомобилисты могут объезжать перекрытый участок через транспортную развязку КАД на пересечении Пискоревского проспекта. Также для информирования водителей установят дорожные знаки и смонтируют цветовую канализацию. Пробки в Мурино. Никогда такого не было. И вот опять. А это были новости БНРУ. Заходите на сайт, подписывайтесь в ВК, на YouTube, естественно, зачем вы это смотрите. Лайки, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Обязательно спрашивайте свои вопросы в комментариях. Мы на лучшие ответим в следующем выпуске. Всех люблю. Обнял, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok